Коротенькое интервью для Росгостыка. Что вы делаете? Помню. Хорошо. Ничего, ничего. Продолжайте, пожалуйста. Она должна развязаться в единую неделю. Да, да, единую неделю. Иногда не получается. Павел, вы, как я понимаю, впервые в этот раз на фестивале. Да, да, да. В Екатеринбурге, да? На этапа. Какие впечатления, ощущения? Ну, вот что, хорошие. Вчера премьер был, но, правда, затянули. Вчера больше трех часов, поэтому я даже и второй номер не мог. Вот сегодня он говорит три часа. И я у меня, вот видите, перестал, у меня и скульптура, и условия. А, в принципе, видите, ничего пока показать не могу. Потому что спектакль больше трех часов, и вот сейчас начинает сокращать. Ну, и иностранцам надо в первую очередь дать. Мы тогда ждем, и поехали далеко, издалека. А давно... Где Ваш чили? Чили? А, вон, спит. А, на тряпочке. А, спит. Замерз сегодня? На двенадцать по манежу. Нет, он с ней наигрался. Понятно. Из манежа. Вот. А что, цирк хороший, гостиница хорошая. Вот. Отношения было здесь. Давно Вы работали в России в последний раз? Ну, не последний, имеется в виду заключительный раз, когда Вы в крайний раз работали. А, в Манковской, в Минградской, да. Манковской, Цветлой Бурь-2, музыкальный шкатулка. Хорошая, сильная программа была. Манковской, Цветлой Бурь-2, музыкальный шкатулка. А, по углу я ездил в гости, он меня приглашал. Я в Трианон вместе, он меня пригласил в ШУ. Я там недельку с ней поработал с дочкой, потом будет удобно. Вот. А так, в принципе, каждый год в Москву приезжаем, отдыхаем. Завидова. Мне нравится, потому что эти малюрки все, мне уже надоело. Так, как я его согласен. Вот, завидова мне нравится. Извиняюсь, домик, охота, рыбалка, джетатский, Волга. На самом деле, хорошее. Потому что я знаю, там, друг француз, у него эти фильмы, вот, Рэльбук. Он там все же в семье отдыхает, а он мне почему-то не пригласил. Хочешь, чтобы поехали вместе? Я знаю, поехали. Вот. А так вот не приглашают. Я Дмаковский когда приглашал, а потом вот, ну вот, все вроде бы. Знаете, и есть репризы новые, и вроде бы, как то, и вот что. Ну, вроде, хочу сделать шоу из собак. Только собак еще, честно. Как ваше мнение, я знаю, вы рисуете. Все издевки у вас, пожалуйста. А, нет, вкладочка осталась. У меня выставка в Японии была, от моей картины вот я рисую. Да вы что? Да, это акрил, раньше у меня выставки были в пастели, а это акрил, это сон клоуна, видите, со слоником он летает, кемпинги, вот, земной шар. Вот, а у меня, я с птицей лечить, был одного мастера, он из стекла делает витражи, а я так люблю, хорошие, современные витражи, знаете, не эти ромашки, там вообще. Как был, вот, в Цюрихе шагаловский витраж, видно, там, в Церкви, ну, вообще, я люблю это стекло. А потом, я с детства, вот, как-то, я люблю дерево, и вот, нашел, так, у породы дерева, вот, видите, вот, такие волны идут. И я, когда к ним пришел, к шляпе, а они вместе с Тефани, я говорил, вот, рассказывал, они открыли фильм, мы вместе работали. Потом Тефани взял 300 рабочих, уехал в Америку, а шляпе остался в Петербурге, и я, когда увидел его в витрину, пришел к нему, и он, и я говорю, а можно я свои птицы принесу? Вот, вы из стекла, а я из дерева, я ему показал, разные, на палочках сидящие, мама с птенчиком, там, разные, маленькие, большие, крылья, без крыльев, там, разные. Он посмотрел, говорит, чудо, молодец. А я говорю, нет, поругайте, мне главное, вот, критика. Вот, он говорит, ничего, молодец. Я ему там подарок сделал, потому что я видел, честно сказать, я думал, как-то сказал, что я принесу. Думал, знаете, вот, китайские делают, сюда бриллиантики вставляют, вот это, просто, чтобы чистой формы было. Только разные, разные наклоны птицы, вот это вот, из дерева, потому что там, нет, и спирев китайцы делают, там, знаете, эти, они и щепечут, все, понятно. У меня такой дизайн свой какой-то нашел, я раньше, конечно, они были. Дома у меня их больше трехсот. Мечоси. Вы знаете, соседи у меня, там, французы, итальянцы, они так смотрят, на заборах птицы, на почтовых ящиках, на подоконниках, первый, второй, там, на третий, на крыше. Они, ну, в разных композициях, я потому что скучно, думаю, ну, какие-то, да, вот, скучные, вот, а, и вот решил, надо думать, ну, говорю, уже издавая, я назову дом птиц, вот, начну делать. Он говорит, пожалуйста, вот, и внизу, там, мастерская у меня, где, там, стиральные комнаты, сушильные, там, гостевые есть комнаты, вот, и я там сделал себе тоже себе мастерскую, делаю, когда есть свободное время. А оно почти всегда можно найти, днем с детьми занимаюсь, когда нет гастролей, вот, ну, так я ему как-то вот рассказал, этому режиссеру, и он говорит, как твое впечатление, потому что я посмотрел твое портфолио, там, весь мир, какие режиссеры тебя приглашали, понимаешь, драгуну даже приглашал, говорит, ну, там, ну, разве у него было, вот. Потом приезжал в Москву как-то с Пашей, потому что мы вместе с ним учились в училище, а он с драгуну работал, он, наверное, в Юсалею был нарциссическим директором, вот, я ему тоже подарил птиц, он говорит, мне очень позвонил, вот, да не было третьего звонка, не было, не было, вот, и, вот так вот, я говорю, ведущих хорошо бы сделать такие, это как белые рыбы, дышит только в собачьих костюмах, ну, смотришь, а так по нигелизму, а так, в общем, если бы приглашали, конечно, приехали, понимаете, хотя я всем так говорю, да мы вчера с Александром сговорили, вот, и вот, а что ты убежал, да, за сладкой морковкой, что ли, потянуло, я говорю, я провоцирую, я говорю, я не из тех за сладкой морковкой, притом она всяк ГМО там, мы с вами сладкой морковкой, мы жили здесь же, Анна родилась здесь, Игнат родился, мы в детских, Ангела, она пианистка, ей нравилось здесь, она говорит, у вас не нравится то, что вот люди иногда, вот, высказывают свое мнение, что думают, то и говорят, там же все, никогда тебе, всю жизнь поживешь и никогда не узнаешь, вот будет спина вся облеванная, никто не Portuguese скажет, мне вот тут нужно, питощик, дамкищик, повернешься, халявщики, мигранты, какие-то, халявщики, халявщики, все, скажем. А расскажите про новые реплизы? Новые реплизы? Это вот с Серафимом, я хожу в костюм и вешаю его на мнимое, там где-то еще вешал, где-то мне нужно, Я приглашаю детей, иначе показываю ему жандрирование, а потом даю детям жандрирование, и получается, я одевался на волшебный пиджет, а дети у меня берутся. Я стою сюда, запрошу свои руки, и жандрирую, перед ним мячики летают, я серпантин бросаю, убираю, и в публике говорю, ой, как ты умел, глажу его. Пока я там придумал хороший трюк, один финальный, с этими сфлюбелями, говорю, беги, 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 а сейчас я посмотрел, многие в Голландии работают, вот эти витринки большие, которые вырабатывают электроленки. И вот, и я решил, в Голландии вот этот, в цирке использую, ну там они большие, 100 метров, он бегает по манежным, накручиваем, дети накручиваем, я потом подхожу, на конце фильма разъем, я стою в риску, сюда вставляю, и у меня риск начинает работать от этого. Ну там, знаете, вот, это мы о новой, только не рассказывайте, ладно, а то клоуны, потому что я же... Нет, 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 мы никому не скажем, конечно. Это авторские трюки. Еще сесть даже на манеже не показал. Вот, потом, что? Паша, письки! Конечно, хочется, потому что... Паша, письки! А воровать у кого-то, знаете, не любила, а там, приедет, сейчас скажет, да тебе, да и творим мне только вот эту работу, иди гуляйте. Поэтому надо иметь свое что-то. Печатки здесь? Собственно, пошли, чтобы не видеть. Да-да-да, печатки, давайте. Спасибо! Ну, на манеже. Александра, смотри. Смотрю. Обрею тебя на голову, если вдруг идеи будешь рассказывать. Хорошо. Хорошо. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Клоуном. Клоуном, да? Да. Молодец. Ну, да, как же. Представляешь, какая есть... Когда чувствуешь, что может быть продолжение у тебя. Работаешь по-другому. Совсем по-другому работаешь, да. И не боишься убирать. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Счастья, удачи. Спасибо. Спасибо.